Это лекция задумывалась как совместная лекция студентов школ свободной мастерские и студентов Саратовского художественного училища имени Боголюбова, где сейчас проходит выставка, которую я курирую. Выставка называется «Масштабы вселенной». И когда мы эту выставку открывали, точнее даже еще до открытия 15-го числа, у нас прошел там артисток, встреча с художниками, где мы говорили о проектах художницы, которые она делала на Байконуре. И по реакции зала я поняла, что тема искусства в городе, паблик-арта и стрит-арта, в общем, интересна студентам училища. И мне показалось, что будет уместно поговорить, поскольку у нас есть в школе специалисты, которые этим занимаются. И нашим студентам эта тема тоже очень интересна. Очень многие практикуют искусство, и стрит-арты, и другие формы городского искусства, если так можно выразиться. То мы решили вот совместить, сделать так, чтобы это было интересно и студентам нашей школы, и студентам Бакалевского училища, и поговорить вот о такой теме. Поэтому название немножко такое, как лего было сделано из двух частей, одна часть – это название выставки. Но мне показалось, что, в общем, это вполне уместное совмещение. В названии лекции отражается тоже масштаб. Масштаб такое масштабирование, как мы из пространства большого мира переходим в пространство города и пытаемся переносить закон большого мира в город, и наоборот, как-то раскрывать городские пространства через художественные проекты, которые связаны с более широкими темами. Наверное, так. Теперь я хочу представить Елену Шевелеву, которая моя коллега, мы с ней вместе работаем в школе свободные мастерские при Московском музее современного искусства, и Лена – куратор, куратор выставочных программ, куратор образовательных программ. Лена занимается в том числе и пабликартом, это один из ее интересов, такая широкая сфера ее интересов. Поэтому мы будем рады ее приветствовать и одного из наших художников, которые в этом году являются студентом свободных мастерских. Я не знаю, сейчас Валентин подключился или нет. Валентин, если нет, то он подключится через некоторое время, и пока Лена расскажет о каких-то теоретических моментах, Валентин даже подключится, и мы устроим такой небольшой диалог, может быть, он покажет нам свои проекты. Да, пожалуйста, Лена. Спасибо большое. Да, сейчас я продемонстрирую свой экран, и можем начинать. Я эту лекцию читаю уже не первый год, и она такая очень общеобразовательная и без каких-то особенных частностей. И интересно было, впервые я ее прочитала в Матичинской библиотеке на такую сложную аудиторию. Там были представители из московского долголетия, такие бабушки и учащиеся пятых классов. И это была очень интересная публика. Мы общались часа, наверное, три. Сегодня, конечно, будет короче. Я репетировала буквально некоторое время назад, уложила 45 минут. Поэтому 45 минут буду говорить я, и потом к нам подключится художник под псевдонимом Ван Мурай, и расскажет про свою практику, и как он работает в городе, зачем он это делает. И, в общем, надеюсь, что у нас получится интересная беседа. Здесь на слайде можно посмотреть, кто мы такие. Света уже, в принципе, меня представила, поэтому я не буду повторяться. Меня зовут Лена. Только скажу, и все. Вот, и да, когда Света попросила меня прочитать эту лекцию, особое внимание она просила уделить терминологии, различия между граффити, стрит-артом, паблик-артом, муралом, фреской. Вот это вот все. Мы сегодня попробуем об этом поговорить. Также я хотела сказать, что если к нам уже присоединились наши коллеги из Саратова, у вас недавно буквально проходила классная выставка, посвященная стрит-арту. Ее проводила лаборатория новейших течений, две Наташи, прекрасные наши коллеги. И там была довольно классная и подробная медиация во время работы этой выставки. Поэтому, если что-то вдруг из того, что я говорю, вы уже знаете, потому что вам об этом рассказали девочки, это здорово. Значит, в конце лекции у нас будет интересный диалог. Вы поделитесь своим мнением относительно того, что я рассказала. Я, может быть, что-то подробнее на чем-то остановлюсь. В общем, такие дела. Немножко про структуру нашей сегодняшней беседы, а точнее моего выступления, о чем будет говорить Уан Мурай. Он сам расскажет, когда присоединится к нам. В общем, сначала, как я уже сказала, мы поговорим про терминологию. Затем я совсем немножко расскажу про историю развития течения. Это очень интересная тема. И в конце я посоветую книгу, которая подробно об этом рассказывает. Я посоветую одну книжку, потому что большой список литератур обычно пугает людей. Поэтому мы сосредоточимся, все свое внимание на одном литературном произведении. Игоря Поносова, классный художник и теоретик искусства. Дальше я расскажу про страдания искусствоедов, вообще, почему они возникли, почему мы столкнулись с необходимостью классифицировать то искусство произведения, которое мы видим на остановке, пока ждем автобуса или нет, откуда ноги растут. Про особенности взаимодействия с аудиторией уличных художников я расскажу тоже вкратце. Возможно, подробнее, опять же, об этом расскажет наш художник Ван Мурай. И дальше, возможно, мы сделаем какие-то выводы, а возможно и нет. Я вот когда репетировала, в одном случае у меня получался вывод, в другом случае я еще больше запутывала свою воображаемую аудиторию. В общем, посмотрим, как получится. Итак, начнем с терминологии. Граффити. Ударение на «и» первую, но если вы скажете «граффити», ничего страшного. Мы так часто, видимо, говорим слово «градусник», что нам проще говорить «граффити», однако эксперты и какие-то щепетильные люди вам скажут не «граффити», а «граффити». В общем, «граффити». Что это такое? Это текстовые композиции, это что-то связанное со шрифтом, в общем, это слова. Как правило, это имя автора, изначально это было имя человека-райтера, который производит эту надпись, или его псевдоним. Позже возникли там какие-то изречения, стихи, просто какие-то фразы, мотивирующие, демотивирующие, в зависимости от настроения человека, который наносит эту надпись. Здесь я сделала, так как у нас ориентирована на саратовскую аудиторию, я перевела три картинки, которые я сделала в Саратове, фотография, когда там была в прошлом октябре. Это классный райтер-тегер Додж, у которого его тег, тег – это быстрая надпись, то есть граффити – это что-то сложное, какая-то шрифтовая композиция, а тег – это что-то быстрое, то, что делают люди. Так вот, товарищ Додж сопровождает свой тег прикольным персонажем. Это тоже может быть. В самом конце лекции я также расскажу про своего друга-тегера, Рому, Взора, у него тоже тег – это персонаж. Это не должно смущать. В общем, ничего однозначного нет. То есть только что я сказала, что граффити – это текст, и тут же говорю про персонажей. Справа мне понравилось также изречение какого-то философа Саратовского на двери про Есенина, мотивирующий тег «Улыбнись». Снизу справа картинка, которую я сделала на винзаводе в Москве, где большое количество граффити разной степени качества наносят люди. Потом мы переходим к стрит-арту. Стрит-арт – это все, что не граффити, и все, что сделано нелегально. То есть если вы видите нелегальное что-то, что не подпадает под определение того, что это текстовая шрифтовая композиция, то это стрит-арт. Это может быть картинка на городской поверхности движимого-недвижимого имущества. Это может быть инсталляция, это может быть какая-то световая штука, это может быть даже звук. Все, что не шрифт, это стрит-арт нелегальный, если. Тут тоже есть интересная особенность, потому что мы знаем о существовании леттеринга. Леттеринг – это буквы, которые не написаны, но нарисованы. И вот если мы встречаемся с леттерингом на улице, то это тоже считается стрит-артом. Но если вы назовете это граффити, я не думаю, что будет большая беда. Когда команды объединяются в стремлении заполонить улицу своим творчеством, часто бывает такое, что у кого-то больше получается писать буквы, у кого-то лучше получаются какие-то персонажи, тогда получается классный симбиоз из граффити и стрит-арта. И такие вот потрясающие произведения, как на этой фотографии, мы можем наблюдать. То есть это и то, и то в одном флаконе. Что касается мурала, фрески или паблик-арты, это все то же самое, только санкционировано. Если вам разрешили сделать картинку, какие-нибудь городские службы, владельцы помещений, кто-то еще вам разрешил это сделать, то это уже мурал, паблик-арт или фреска. Все одно. То есть граффити и стрит-арт – это что-то, что мы делаем на улице, и оно неофициальное. Мурал, фреска, паблик-арт – это то, что мы делаем на улице, и оно официальное. Не может быть граффити официально. Это уже сразу становится муралом, фреской или паблик-артом. Вот, учтите это. Дальше немножко поговорим про историю. Я копнула глубоко. И к тому моменту, как человек впервые решил что-то изобразить на стене, внутри или снаружи. Внутри – этноскальная живопись, снаружи – петроглифы, которые мы можем наблюдать, в частности, на Алтае. Классные штуки. Рекомендую посетить, посмотреть. В то время, когда происходили эти события, не было частной собственности, поэтому нельзя было сказать, что что-то официально, что-то неофициально. Соответственно, все, что тогда изображалось, можно назвать фреской или муралом, потому что не было никакого законодательного, юридического обоснования назвать это иначе. Однако, что касается надписей, которые ученые нашли в Польпеях, кто-то говорит о том, что часть из них были сделаны неофициально и содержали в себе информацию, там, здесь был Вася, такого-то числа. И это уже можно отнести формально к первым проявлениям граффити. Однако, конечно, ну, тут дальше я развиваю свою мысль. Чуть позже я скажу еще про эпоху Средневековья. Мне нравится проводить параллель между готикой и тем, что сейчас делают люди на улице. Я расскажу позже, почему. А тут я просто продолжаю свою нить, значит, нанизывая бусинки, так скажем, на нити времени по искусству, нанесение живописного или любого другого произведения на стену, а не на холст. То есть мы говорим про возрождение. Там, конечно, все было в преске, все было долго создавалось, и сложно это назвать чем-то нелегальным, стритатом или граффити, конечно же. А также можно же даже приписать произведение Диего Риверы как продолжение развития фресок, создания муралов от возрождения и дальше. И по поводу того, что я обещала только одну книжку посоветовать, я обманула, конечно же. Мне очень нравится книга из серии «Жизнь замечательных людей» про Диего Риверу. Очень советую. Там как раз про становление художников в сложное историческое для страны время. Поэтому сейчас художникам, если здесь среди нас есть художники, а я видела, что они есть, очень советую эту книжку. Она классно читается быстро, есть часто в библиотеке, не обязательно покупать. В общем, советую. И мы приходим в наши дни, и паблик арт, который я специально для лекции съездила, сфотографировала наш атриум, торговый центр в Москве, который находится напротив вокзала Курского, и где по Красном Пас, куратор, заявленный куратор этого проекта, позвал всех своих знаменитых друзей расписать, превратить фасад торгового центра в своеобразную галерею и памятник морализму и паблик арту. Классная инициатива, очень мне нравится. Можно посмотреть на художников, которые работают где-то в Америке, а не в Америке, а в Москве. Теперь вернемся все-таки к граффити, как появилось это направление и как оно развивалось. Появилось оно, принято считать, в середине 60-х годов прошлого столетия в Нью-Йорке, и причиной его появления стала плохая ситуация в городе, очень большая разница между бедными районами и обеспеченными, и люди в бедных районах не получали должные социальные и какой-то политической, юридической, любой другой поддержки от города, и им, у них появилась необходимость заявить о себе. То есть им было важно сказать о том, что они существуют, и что про них не надо забывать, что гетто – это не какая-то другая планета, а это тот же самый Нью-Йорк. Поэтому они начали писать свои имена на электричках, и эти электрички курсировали по всему городу, сообщая большому количеству населения о том, что какой-то там Вася существует, и вот, пожалуйста, все посмотрите на это имя. И с развитием этого движения, конечно, усложнялись те сообщения, которые люди посылали в электричках. Таким образом субкультура начала общаться, то есть какие-то районы посылали друг другу сообщения, и с развитием аэрозольной краски усложнялись шрифты, стало возможным делать какие-то сложные заливки. Это все очень классно показано в книжке «Subway Art», опять же, это третья книжка, которую я советую, «Марты Купер». В конце также я покажу вам фильмы, которые не мешало бы посмотреть, если вы интересуетесь этой темой, там тоже будет про Марту Купер, и вот в этой книге и в этом фильме она рассказывает про то, как развивалось граффити движение в Нью-Йорке. Очень интересно. Так вот, на чем нужно сделать акцент, чтобы запомнить и понять, это очень внутренняя тема, заявить о себе, рассказать о том, что я существую, отправить какое-то сообщение, послание таким же ребятам, как и ты, а не какие-то другие художественные амбиции, которые, может быть, возникли позже. Граффити было очень плотно связано с хип-хоп-движением, и как только хип-хоп-движение вышло за пределы Нью-Йорка и Соединенных Штатов, пошло путешествовать по миру, вместе с этим движением пошло путешествовать граффити, граффити-культура, и в тот момент, когда в Нью-Йорке очень жестко начали пресекать все вот эти проявления, потому что начали подмечаться люди, это переросло все возможные и невозможные пределы, то есть полностью весь город был покрыт аэрозольными надписями и очень жестко стали с ними бороться, опять же, повторюсь. В этот момент спасительная лодка перевезла граффити в другие регионы мира. Но там вышла такая история, что художникам стало тесно в рамках только шрифтовых композиций, плюс появился интернет и вот эта вот история о том, что нужно отправить свое имя через весь город, тем более не у всех городов есть такие классные электрички, которые поверху города идут. В общем, люди захотели большего, и появился стрит-арт. Это конец 90-х, начало 2000-х. Как я уже сказала, с появлением интернета это начало распространяться. У художников появились еще больше амбиции, потому что сейчас можно было чуть больше внимания потратить на картинку, потому что не было страха, что через три часа исчезнет это изображение и все. И за счет того, что это можно было сфотографировать и выложить в интернет, необходимость потратить чуть больше времени на то, чтобы получилось классное произведение, возникла эта необходимость. И появились вот такие вот прекрасные художники. Здесь я демонстрирую только часть. Кстати, я хотела еще сказать, что лекция будет часто упоминаться ими Бэнкси, просто потому что этот художник, во-первых, мне очень нравится, а во-вторых, все про него знают, и на его примере проще рассказывать про стрит-арт и про граффити, и про вот это вот все. Поэтому если у вас почему-то вам он не нравится, то потерпите чуть-чуть, может быть, в конце лекции вам все-таки понравится, потому что я прямо люблю его. Так вот, художники, которые начали свое развитие в начале 90-х, в конце 90-х, в начале 2000-х, сейчас, конечно, многие из них уже очень известны состоявшиеся личности, вот, и вот они начали это все граффити трансформировать в что-то большее. То есть это у нас и коллажи, и какие-то мозаики, если мы говорим про Space Invader, это инсталляции и совмещенные какие-то гибридные формы, то есть трафарет, изображение плюс какой-то городской элемент. Это какие-то есть девушка, которая вырезает из бумаги фигуры и наклеивает их. У нас тоже есть такой мальчик, маленькие люди. Паша 183 сделала такие красивые, волшебные, световые штуки. В общем, это все, что угодно, то есть ничем не ограниченная фантазия художников. Все, что вы делаете на улице, оно имеет право на существование в рамках понятия стрит-арт. И с тем, как развивалось движение, как росли амбиции, как росла популярность художников в сети, уже к середине 2000-х, 2005-2006 год, эти ребята наиболее амбициозные, стали делать свои выставки уже там или в балереях, или в каких-то попространствах, снимали гаражи, делали там какие-то самодельные шоу. Ими заинтересовались коллекционеры. Там, где коллекционеры, там есть аукцион. Там, где есть аукцион, там, конечно, есть деньги. Начала расти цена, начался ажиотаж. И у товарищей искусствоведов появилась необходимость высказаться на тему того, что, казалось бы, до этого они старались игнорировать. Изначально не было у стрит-арта такого... Короче, с самого начала возрождения искусствоведы никак не относились к этому явлению. Они как бы не воспринимали это никоим образом. Но после того, как люди начали продавать свои произведения за какие-то огромные миллионы, конечно, коллекционеры нуждались в том, чтобы искусствоведы сказали, да, ты не зря потратил этот миллион, это искусство, оно там будет расти в цене, и все в каком ключе. Почему вообще проблема? То есть, ну, казалось бы, ну, искусство и искусство. А проблема вот в чем. В том, что очень быстро создается произведение. То есть, мы берем одну банку аэрозольной краски, она стоит 500 рублей, там 400 миллилитров аэрозоля. Мы берем трафарет на А4, идем ночью гулять и делаем 50 картинок на своем районе. У нас есть две ночи, у нас есть две банки, у нас есть 100 картинок уже на два района. И так, допустим, за месяц мы можем забить город, мы можем стать известными, или мы можем, ну, в общем, путь к успеху, казалось бы, ну, как бы, со стороны внешнего наблюдателя он довольно быстр. Если сравнить, особенно со старыми мастерами, когда люди, вот я здесь привела в пример Эжена Белакруа и его свободоведущий народ, также можно вспомнить Иванова с его явлением Христа народа. То есть, если мы говорим про Делакруа, я тут даже нашла палитру, которую он использовал для создания этой работы. Мы видим, сколько там цветов он потратил на это три месяца, кучу эскизов, и вот она, пожалуйста, это чудесное произведение. И оно висит, да, сейчас в Лувре, однако оно могло и не висеть там. Эжена Белакруа мог не добиться успеха, и вся вот эта вот работа, она была потрачена, ну, за все три месяца, допустим, не потрачена веря. А если говорить про Иванова, то там 25 лет он писал это явление Христа народу, сделал огромное количество эскизов. Он ходил, искал конкретный камень, конкретную траву, которая будет там расти. То есть, очень большая работа. И я когда ходила на экскурсию в Третьяковку, слушала о том, как он вез эту картину в Петербург, что там был какой-то корабль, какой-то шторм. Во время этого шторма он стоял там, держал это полотно, чтобы оно никуда не свалилось в эту воду. Чуть там не умер, приехал в Петербург, показал эту работу где-то на выставке, и она не произвела вообще никакого впечатления. То есть, ее и не особо критиковали, ее и не особо оценили. Ну, никто не понял, короче, чего он там 25 лет страдал с ней. И в итоге Иванов заболел и умер. Мы, зная эту историю, мы приходим на аукцион и видим, что Бэнкси создала совершенно ироническую работу за, там, не знаю, сколько минут, где издевается над теми людьми, которые сидят в зале. И, тем не менее, эта работа уходит. Вот здесь я написала тысячу миллион шестьсот. Это я вчера проверяла курс фунта. Сегодня не знаю, какой курс, но, в общем, больше полутора миллионов рублей заплатил человек за эту работу. Это я со Сотбис взяла, по-моему, прямо вот с сайта, там у них есть некоторые цены. Вот, возникает вопрос, что, собственно говоря, мы учимся в художественном училище или в Академии. Идем скорее, значит, атакуем Леонардо, покупаем там краску Монтана, вырезаем трафареты и бежим на улицу. Нас на этом пути ждет довольно интересное препятствие. Это Уголовный кодекс Российской Федерации. Здесь я привожу, но вообще это в каждой стране есть такая статья, как вандализм. И в нашем Уголовном кодексе, это статья 2014, и там как бы разный порядок наказания, от административного наказания до как исправительной работы, так и арест на срок до трех лет. Так себе перспективы. И можно подумать, что если вы будете аккуратными, а потом добьетесь успеха, и вдруг попадетесь, то с вами ничего не будет. Однако мне очень нравится история с товарищем Токсом, это псевдоним. Он очень-очень известен был в Лондоне и довольно долго оставлял свое имя, псевдоним на разных поверхностях, движимых, недвижимых в этом городе. Стал очень популярен за своей активностью. Чем больше он оставлял своих надписей, тем более он становился популярен. Он, ну, то есть у него был свой мерч, он продавал, он не продавал холсты. Кто-то хотел купить себе Токс, ну, вот эту надпись, и повесить домой за нормальные такие деньги. И тем не менее, в 2011 году он попался, его судили и осудили на 27 месяцев лишения свободы. Почему на такой срок? Дело в том, что он оставлял, то есть вот Токс и дальше эти цифры, вот эти цифры, это год. И таким образом полиция могла проследить за тем, насколько долго развивалась его деятельность в городе, то есть от Токс-04, то есть от 2004 года поймали его в 2011, соответственно, за все эти годы активности его и осудили. Но что интересно? Во-первых, интересно то, что для того, чтобы определить, сажать его или нет, собирался экспертный совет из искусствоведов, и люди очень серьезные, с образованием и все из себя сидели и давали экспертную оценку тому, вот этот Токс-04, это достойание города искусства или это вандализм, то есть прецедент того, что граффити или тег разбирается как произведение искусства, он существует. Но, к сожалению, для нашего друга экспертный совет, в том числе, кстати, и многие его коллеги по цеху, сказали, что нет, это не искусство, это тег, это граффити, ондализм. Типа не надо путать, пожалуйста, добрых людей. Вот, в общем, его посадили. Но другой наш друг Бэнкси в поддержку Токса создал произведение, конечно же, нелегально, которое он разместил также на здании в городе, но городские власти поместили это произведение под плексиклаз. И вот здесь как бы возникает вопрос, почему один человек пишет Токс и садится на 27 месяцев в тюрьму, а второй человек делает то же самое, но его произведение, казалось бы, то же самое, но его произведение городские власти закрывают плексиклазом. Значит, есть какая-то разница между этими двумя людьми, которые одного человека относят, как дети, у них есть такое ведерко, и там кругленькие, и квадратненькие, значит, детали. Вот одно кругленькое, кругленькую дырочку, квадратную надо в квадратную дырочку. Так вот одно мы относим в дырочку к вандализму, а другое мы распрощаем в искусство. Почему? Что разного у них между собой, у этих двух ребят? Я в таких случаях всегда иду в очень классный ресурс, который не раз спасал, я думаю, не одну меня, но также вас всех здесь присутствующих, это Википедия. И в Википедии написано определение, что такое искусство, и больше всего нас, ну, оно довольно длинное, я сократила его, конечно, и фразу, на которую я предлагаю обратить внимание, я выделила, жирно подчеркнула, следовательно, искусство – творческая деятельность, отражающая интересы не только самого автора, но и других людей. И тут мы приходим в такое интересное место. То есть, как я уже говорила, граффити-райтеры, художники, они не несут за собой никакой просветительской деятельности, и задача у них такая не стоит. То есть они ставят перед собой задачу сообщить миру о том, что они существуют, или подрядать какую-то информацию в рамках узкого круга людей. Все остальные люди их не интересуют. Если мы говорим про художника, а в частности про Бэнкси, то у него, конечно, стоит задача донести какую-то идею до людей. То есть сейчас он, так как он уже довольно долго развивался и пришел, то есть возраст, во-первых, у него уже, и плюс ситуация немного другая в мире, он говорит о таких серьезных вещах, как проблема беженцев и проблема экологии. Но если отмотать чуть раньше, то, конечно, сначала он шутил там на тему, на какие-то более такие приземленные темы. У меня, кстати, есть книжка его, прикольная, которую он сам выпустил, не на хлебники, которые пользуются его именем, там этот путь его развития, его идей показан хорошо. Так вот, он хочет донести идею какую-то до его зрителя, используя разные методы, об одном из них я тоже скажу чуть позже. А у райтера другая задача. То есть мы имеем дело с людьми, которые не заботятся о своем зрителе, с людьми, которые заботятся о своем зрителе. Если верить Юкипедии, то те, которые не заботятся о своем зрителе, это не искусство, соответственно, вандализм, если мы говорим про проявления в городе. А если мы заботимся о своем зрителе, значит, это искусство. Соответственно, проблему вроде как мы решили. Что считать искусством, а что не считать искусством. Еще мне нравится теория, которую на своих лекциях рассказывает Елена Куприна-Лихович, это куратор и галерист из Москвы. Она рассказывает про то, что искусство становится таковым с течением времени. То есть когда мы только начинаем свой творческий путь, то, что мы создаем, интересно только нашим друзьям и родителям. Дальше, если мы задаемся такой целью, чтобы развиваться, дальше подключаются специалисты, потом, соответственно, через 10-15 лет интерес к нам падает. И дальше, при удачном стечении обстоятельств, интерес начинает расти. И через 100 лет мы становимся знаменитыми, как в свое время стали импрессионисты. Сначала они начинали узким кругом, потом, значит, ими все заинтересовались, потом интерес к ним упал. И вот сейчас мы восторгаемся ими, и спасаем картины, и очень переживаем, как же они доедут к нам из Франции обратно. Доехали, все, хорошо. Но ждать 100 лет довольно печально. И если брать во внимание основной вопрос у специалистов, к ребятам, которые что-то изображают на улице, почему это не искусство, они говорят, что те произведения, которые создают эти художники, оно очень иллюстративно. Слишком яркие, слишком прямые образы, слишком простая идея, слишком какие-то формы не такие, нет глубины, говорят нам специалисты. Однако по тому, искусство или нет, котика и те скульптурные группы, которые находятся на западном или как в любом другом фасаде готического храма, вопросов не возникает. Конечно, это искусство. Но если мы посмотрим, какая задача стояла перед теми людьми, которые создавали эти скульптурные группы на западном фасаде, я хочу обратить внимание на западный фасад, потому что именно на этом фасаде чаще всего изображают страшный суд. А какая задача стояла перед тем человеком, который изображал на западном фасаде страшный суд? Во-первых, нужно каким-то образом привлечь людей внутрь храма, внутрь того собора, который он украшает. Но как это сделать? Очень мало людей в то время умело читать. Соответственно, никто... Ну, то есть объясните как-то письменно о том, что если вы не придете внутрь храма и не будете вести праведный образ жизни, то вас ждет страшные муки в аду. А письменно, ну, как бы нет. Стоять и кричать перед собором тоже странно. Отсюда люди сделали вывод, что нужно каким-то образом использовать художественный метод и изображать все страдания тех людей, которые не зашли внутрь, так ярко, чтобы человек испугался и зашел. То есть никто не умеет читать, первое. Второе – вау-эффект. То есть нужно сразу объяснить, что если не зайдешь, все пропало, надо обязательно зайти. И третье – должен быть какой-то сюжет, то есть должно быть интересно. То есть человек должен понять, что если он зайдет, то он вознесется, а если он не зайдет, то будет вот это. А что вот это? А вот это – это, например, такие чудесные сюжеты, то есть как взвешивают душу, там изображено, и вот та душа, которая пропащая, ей что-то делают, та, которая молодец, с ней ничего не делают. Соответственно, логика понятна. Нужно было очень быстро, потому что люди-то были заняты в средние века. Некогда было долго вникать в то, что хотела сказать авторам, нужно было сразу понять. Если я не зайду в этот храм, мне оторвут голову. Значит, я обязательно зайду и сделаю все, что мне там внутри скажут. Те люди, которые разбираются и умеют читать. То же самое можно сказать про иллюстрацию. Кстати, я не знаю, следите ли вы или нет за пабликом «Страдающий в Средневековье». Он есть в Телеграм-канале. Точнее, у них есть теперь Телеграм-канал. Они там открыли свой музей онлайн. Очень советую прикольный проект. Вот. То же самое у нас происходит и с ребятами, которые занимаются стрит-артом и уличным искусством. У них та же задача. То есть у них есть какая-то идея, которую они хотят донести до людей, но у них совершенно нет никаких как бы поводов рассчитывать на то, что возле их работы человек приведет больше, чем пару секунд. Потому что они работают на улице, они люди там обычно куда-то спешат, а мысль, которую они хотят донести, она, как правило, очень классная. То есть там не надо рубить деревья, не надо там убивать людей, не надо то, не надо это. То есть быстро что-то надо сказать. И поэтому используются очень яркие образы, которые быстро на уровне каких-то архетипичных вещей донесут идею художника до зрителя. Отсюда как бы претензии некоторых искусствоведов к тому, что художники используют иллюстративные какие-то приемы, они, конечно, не имеют никаких оснований, потому что это условия диктуют такой подход. Это художники не могут понять, как же им посложнее изобразить свою идею. Вот. Поэтому мы приходим к тому, что один из критериев, по которым наши эксперты говорят о том, что стрит-арт это не искусство, несмотря на то, что мы посмотрели в Википедии, что оно подходит под определение искусства, как бы мы отметаем. И я уже приближаюсь к завершению своего рассказа. Что я хочу сказать? Какой вывод можно сделать? Помимо того, что мы уже сказали о том, что если художник ставит перед собой задачу что-то донести до зрителя, то в принципе ничто не мешает донести его произведение к искусству и не переживать на этот счет. У нас в школе есть такой преподаватель Антонио Джеузе, и у него, я с ним согласна, есть такая теория, точнее не теория, а правила, о том, что если произведение создает художник, человек, который говорит, что я художник, и это мое произведение, то это искусство. Если человек, который создает произведение, не говорит, что он художник, то не будем его расстраивать и причислять его творение к искусству. Таким образом, мы передаем руль определения и вот эту ведерко с фигурками искусство или не искусство, не каким-то отстраненным экспертом, заканчивающим определенные какие-то художественные у него очень академии, а самому человеку, который производит произведение, и это, конечно, скорее всего, правильно. Вот, в общем, я попыталась это объяснить и прийти к каким-то простым выводам. Мы обсудили терминологию, мы обсудили несколько вариантов, почему стрит-арт это искусство, а почему граффити это не искусство, и что будет, если вы сейчас вдохновитесь и пойдете с баллоном красить дома, про уголовный кодекс я рассказала, и через сто лет, когда мы с вами будем или не будем, мы больше не, как бы, нам не нужно ждать сто лет, чтобы понять искусство или не искусство, то, что мы видим с вами на стене дома. Вот, но маленькая вишенка, которой я хотела завершить свой рассказ. Я сказала, что Антонио Джелза и мы с ним вместе говорим о том, что решать искусство или не искусство должен художник, то есть если что-то создает художник, это искусство, если не художник, не искусство. Но вот есть такая команда зачем и они как коллектив, не как частные лица, а как коллектив везде и всюду транслируют то, что они делают, это вандализм и ни в коем случае не надо марать их начинание понятием искусства, а их называть художниками. И также я покажу, у меня будут ссылки на их фильм на Ютубе, где эта идея также транслируется. Однако за счет того, что этот коллектив существует очень долгое время, больше 20 лет, и за счет их активности, за счет их легенды, какой-то мифологии, которую они вокруг себя смогли развить, само движение и их непрекращающееся существование превратило понятие и коллектив «зачем» в важное культурное явление. И если я, например, в городе вижу надпись этого коллектива, я очень радуюсь, может быть, фотографирую, может быть, нет, но, в общем, радости испытаю. И то произведение, ну, как бы, не знаю, насколько повышается стоимость квартиры, если на дом нанесена надпись «зачем», но какой-то статус искусства уже у этого коллектива и у того, что они делают, есть. А почему? Потому что уже люди насаживают, то есть не изнутри наружу идет, то есть не от художника к людям идет вот этот посыл, вот эта история, что хочет донести автор, а от людей к автору наоборот. То есть люди за счет какой-то своей любви или не знаю чего придают изначально не претендующим на искусство произведению статус искусства. Вот такая вот странная ситуация. У меня тоже есть такая история, я ей как раз и завершу. Есть такой товарищ обзор, он тегер, и теги, которые он делает, это вот такие вот рожицы, которые он оставляет, оставлял, сейчас он в Питере, а был в Москве. И он по Москве эти рожицы везде рисовал. И какое-то время он жил недалеко от моего дома, а мне приходилось очень рано ездить на работу, и я всегда была очень злая, потому что вставать в 5 утра это сложно. И какой-то день я еду в автобусе и вижу вот эту рожицу, она мне как бы улыбается, говорит, ну что ж ты злишься, все хорошо, не надо. Ну и так подмигивает мне. И это переключило как-то мое сознание, я перестала расстраиваться, что я встаю в 5 утра, потому что это же мой выбор работать на этой работе, соответственно, чего я расстраиваюсь, излиюсь, зачем. И каждый день я начала здороваться этой рожице, то есть это был такой якорь переключения от негодования и страдания в нормальном состоянии, день проходил нормально. И так продолжалось несколько лет, он жил неподалеку, как я уже сказала, соответственно, если рожица закрывалась, она возникала вновь на этом месте. Вот, а потом прошло некоторое время и у нас был ремонт очень большой на районе и на эстакаде и все, все, абсолютно все изображения закрыли, закрасили, как я уже позже выяснила, Рома, взор, он переехал и, соответственно, какое-то время эти рожицы не появлялись. И я поняла, что все пропало и ужасно разрылся, это был кошмарный день, потому что мне нужно было срочно увидеть эту рожицу, потому что было очень плохое пробуждение, а я ее не увидела, я разрыдалась в автобусе, полезла в инстаграм, когда я приехала на работу и начала искать автора. Потратила на это 3-4 часа, потому что, понятное дело, теги не подписываются и как обнаружить автора, неизвестно. В общем, я переходила по хэштегам стрит-арт-мозг, граффити-мозг туда-сюда, значит, по всем этим пабликам, нашла в итоге автора, его инстаграм, написала ему сообщение и говорю, Рома, если не Рома, тогда я же не знаю, что вы такой вот, уважаемый художник, пожалуйста, вот у меня такая история, ваше произведение так важно для меня, то есть я сама придала незначительному тегу очень важное, как бы краеугольный, можно сказать, камень моего хорошего дня и превратила тег в произведение искусства, супер важное для меня. Я ему это все написала, вот, и он мне ответил, ну, очень вежливо, длинное тоже письмо, что здорово, что его тег для меня так много значит, но, к сожалению, он больше не живет в этом районе, он переехал и не сможет выполнить мою просьбу где-нибудь тегнуть на пути моего исследования к работе. Вот, и я говорю, ну, ничего страшного, вдруг, если вы будете как бы мимо проходить, то оставьте, пожалуйста, тег напротив остановки Спас, там такое удобное место, вот, ну, как бы, до свидания. Вот, в общем, на этом закончилась наша беседа, это было в октябре и какого-то 2013 года, вот, и в 2020 году 2 января мы едем, значит, мимо этой остановки отвозить ребенка родителям моим и напротив остановки Спас на вот этой вот стене огромная, просто огромная вот эта рожица красуется и я была в таком вообще неописуемом восторге я побежала тут же, значит, в Инстаграм писать сообщения благодарности и на что мне автор тега написал, что я просто хотел, чтобы все желания в новом году у вас исполнялись, то есть незнакомый человек поехал ради меня на другой конец Москвы, а это вообще другая вселенная, оставить изображение, потому что хотел сделать приятное, это к тому, что кто-то считает людей, оставляющих теги и граффити жутким нарушительным спокойствием, на самом деле у них добрые горячие сердца, и об этом я надеюсь нам сейчас поведает Ван Мурай, который я вижу к нам присоединился, готова передать ему слово, если у вас нет никаких ко мне вопросов. Могу даже остановить картинку, потом опять ее включу. Прекрасная история от искусствоведа и куратора. Да, очень крутая. Спасибо. Всем привет. Привет. Я пытался найти какую-нибудь маску, но в Белисе сейчас все закрыто на празднике. Вот и тебе все равно очень идиот. Спасибо. Да, классная лекция, спасибо. Спасибо. Интересно послушать. Расскажешь нам про свою практику, почему ты что-то делаешь на улицах, а не где-то внутри помещений и что это тебе приносит. Хочешь я включу какую-нибудь твою картинку или можем так поговорить? Я даже немножко какую-то презентацию сделал. про картинки, я как-то задумался, может, мне их как-то сверстать. Демонстрируй. Так, вот. Видно? Да, все видно. Видно? Первое, что бы я хотел показать вообще, с чего началось и что это такое, что я делаю, это OneMuray, это подразделять к характеру, то есть от английского слова персонаж. Точнее, керик, от английского слова character. Вот. Собственно, самурай, это некий такой персонаж, родился, когда в Москве начали массово уничтожать после фестиваля все муралы, все стены, все граффити, все стало очень грустно, очень серо. И как-то пришла идея создать своего героя, основываясь на каких-то таких фразах, которые слушаю иногда на улице, проходя мимо людей. Некоторые люди иногда говорят, я же не самурай, вот что-то такое, имею в виду, что он вне его сил сделать. Вот. И как-то из-за этого еще, из-за того, что я просто люблю азиатскую культуру, очень много смотрел когда-то аниме, фильмы, вот, создал некого такого персонажа. Сначала это было, конечно же, стикеры, как и многие начинают. Ники, это самый считается неприступный, но не подвергающийся никакому наказанию. То есть там можно приклеить, если что-то кто-то подойдет, ты можешь отклеить и спокойно уйти. вот, ну и вообще как бы за это наказание как бы вообще нет по сути в Конституции. Вот. Собственно, все началось со стикеров, появились разные варианты, просто это было изначально как некое увлечение, такое, хотелось как бы взаимодействовать с городом по всей этой истории. Вот. И потихоньку, потихоньку начали писать разные люди из этой тусовки стикер-артистов. Казалось, это самые добрейшие, милые люди вообще в искусстве, может, мне кажется, и в Москве в целом. Вот. Они принимают и взрослых, и супермолодых ребят. То есть там такой смесь не разделенная ни почему, ни по гендеру, ни по возрасту, ни почему. Ну, то есть абсолютно. Все смотрят на только то, что люди делают на улице. Вот. Ну, и, как правило, многие начинают либо там с какого-то тегинга легкого, а мне просто никогда не нравился вообще текст, шрифт и все это не мое. Мне больше интересовали какие-то персонажи, их развитие. Вот. Соответственно, вот появился такой некий персонаж, стал развивать. Как будто... Ну, это уже у меня сейчас три года. Три года, да, уже идет. Вот. Начало как бы были тикеры, и потом спустя, мне кажется, год, там как раз начался карантин, пивелся с кучей времени, и давать такая идея сделать рельеф, который, ну, он как бы что-то необычное будет, то есть такая некая неразрушаемая вещь, как некий герой, который не просто стикер, он еще и рельеф. был случайно встроенный в архитектуру города, вот, и понял со временем, что это очень клевая возможность вообще изучить город, изучить жителей, вообще, как они вообще это воспринимают. И оказалось, что это самое вообще искусство, которое очень сильно взаимодействует с людьми, за три года получило очень много отзывов, написали разные люди, жители домов, которые очень восторжены, что очень, конечно, удивляло. Вот, хотя как бы было впечатление, что все просто все ненавидят, все, что на стенах случайно появляется. Вот, и со временем как бы я решил, что это не буду бросать таким отдельным увлечением. Ну, в плане вопрос про искусство или нет, это тот самый момент для меня, где я вообще не задаю этот вопрос. Мне больше интересно некоторые другие вещи. Ну, и замыкаясь на вопросе искусства это или нет, он немножко как-то тормозит процесс и вообще все это веселье. со временем стал находить какие-то более интересные варианты, места, стал знакомиться с ребятами, которые тоже занимаются рельефами, а этого не так много кто это делает, потому что все как бы близко некая классика, шрифты, граффити, какие-то, ну, кто-то вообще стикеров дальше не уходит и так далее. А в Москве ну, около где-то три команды еще занимаются рельефами, вот, и мы все друг с другом знакомы, очень рады вообще, что все продолжают делать, как-то, ну, очень хорошая история у каждого происходит, вот, и по большей части все жители в Москве ну, очень-очень хорошо это воспринимают, хотя как бы общее впечатление, что это все незаконно и все как бы так же и воспринимают, что это какой-то вандализм. Вот, а с рельефами какая-то отдельная история вообще, оно до сих пор еще ново для многих и вот в своей отдельной жизни идет, оно их не вписывают ни в какие-то там стрит-так журналы, никуда, это просто какая-то отдельная отдельная ниша, что ли, вот. Ну, в Европе, конечно, много этого, как-то все более развито, что ли, а у нас пока мало таких вот вещей. Вот. по поводу вписывания в архитектуру, это очень интересная вещь, потому что, как мы привыкли, все некие рельефы или галереевы, они заразами, ну, предугаданные архитектором или же скульптором, вместе со скульпторами, какая-то там уже отдельная, ну, всегда цельная композиция идет задуманная целиком дома. Вот. У меня появилась вот эта интересная вещь и поиграться со случайностью, ну, встраивание своего рельефа в какую-то вещь, и бывали моменты, когда она как будто там изначально и была. Вот. Ну, это как-то интересно вообще воспринимаешь после этого скульптуру на здании и что она с собой несет. Вот. И по поводу различных еще техник, кроме рельефов, это очень экспериментально. Вообще люблю, то есть, я люблю экспериментировать вот, с разными вещами, и иногда использую трафареты, иногда использую бумагу. появляются такие японские гравюры, встроенные в разрушенные части домов. Вот. Что как бы мне тоже импонирует в моей практике. Что бы еще рассказать? Так, у меня что-то зависело. так. Так, секунду. А можно вопрос? Да, можно. Скажи, пожалуйста, у тебя есть какое-то развитие образа вот этого персонажа? Я понимаю, что ты в разных техниках, но, может быть, есть какая-то историческая перспектива? То есть, от каких-то простых, вот я видела в начале, у тебя была только голова этого самурая, твоего кера, потом вот на этих рельефах ты выдерживаешь как бы одну форму рельефную в одном ракурсе, в одной позе. Есть ли здесь какая-то линейная перспектива, то есть, от простого к сложному, или ты все время пробуешь разное? У меня рельеф диапрофильный, он некий как такой отдельный проект, как бы, да. повторяющийся. Это одновременно и застывший и движущийся персонаж, он отсылает немножко по форме к египетским вот вещам, а некоторые всегда статичны. Здесь какая-то имитация а-ля движения у меня происходит. Вот, я его как бы повторяю, и это отдельный такой узнаваемый образ. все остальное это некие отдельные персонажи, основывающиеся на нем. То есть, есть некая форма, вот, и из него может вылезти некая иллюстрация, некий рисунок еще, развивающийся еще в разных техниках, в разных вариациях персонаж. Какие-то истории, ну, различные могут происходить. А вот еще хотел спросить как раз про истории, которые происходят с персонажем. Это твоя личная внутренняя история, или персонаж реагирует на то, что происходит в городе, например? То есть, он включается в какие-то события, которые происходят здесь у нас, в Москве, в разных районах? То есть, ты пробовал делать что-то на злобу дня, грубо говоря? На злобу дня такого же нету. Мне хочется больше с жителями, больше диалогов с тем, нежели с событиями какими-то. Конечно, он встроен архитектурно больше, нежели как-то на злобу дня, что ли. Ну, понятно. У меня был некий один момент, сейчас его покажу в конце. Для меня было немножко неожиданно. Когда я приклеил один из рельефов, я пришел на следующий день и заметил, что с ним очень много фотографируется ЛГБТ-сообщество. Для меня это было с одной стороны неожиданно, с другой стороны приятно, что люди нашли что-то для себя и восприняли абсолютно по-своему. То есть, не давать какой-то определенный один импульс, они могут для себя его находить сами. Для кого-то они воспринимали как ЛГБТ-фаг, для кого-то приходят комментарии, что поднял настроение или что-то в духе. То есть, у кого-то это просто на его доме находится или по пути в школу у кого-то. И у каждого это как-то индивидуально происходит. Какой самый интересный комментарий от зрителей? Самый интересный комментарий, который связан. Самый интересный, сейчас посмотрю на карту, которая есть. Это еще не все, но большая часть. Мне кажется, было связано с одним вот с этим персонажем, он приклеен на белорусской в одном из домов. И мне женщина, ну я посмотрю на цифрограмме, она достаточно пожилая, она написала, что какой замечательный персонаж, она очень благодарила, ну то есть там написала очень длинный текст с благодарностями, но он, я не знаю, не то чтобы интересен, он был супер неожиданный вообще. Ну то есть когда вот человек, который вряд ли ты подумаешь, что он может интересоваться, пишет, ну, находит в инстаграме, пишет очень десные разные благодарности. Красивый еще один приклеец. Я когда читала впервые вот эту лекцию, удлиненную правда, которая сегодня у нас была, вот этим товарищем из московского долголетия, как раз после лекции, после двух часов дискуссии, двух с половиной, ко мне подошли бабушки и начали спрашивать у меня телефоны художников, потому что им так понравилась лекция, еще эту историю, я в конце тоже рассказывала про рожицу, какие хорошие ребята занимаются этим всем, и они спрашивали реально телефоны художников, они говорят, вот у нас там во дворе стоит трансформационная будка, кому нам позвонить, а как нам заказать, а вот мы очень хотим, то есть в принципе у жителей, как правило, реально хорошо настроены, особенно там на какие-то такие проявления, как вот у тебя с плиткой, у меня тоже есть товарищ, который Женя Аверин, он наклеивает плитки в Брянске, в Москве тоже есть, но не так много, но в основном в Брянске, и вот у него там есть поклонница в Инстаграме, которая тоже пишет очень длинные, классное, теплое сообщение на каждую плитку, вот, и это такой еще элемент игры, то есть это же нужно найти ее, вот ты выложил в Инстаграм нового персонажа, его же нужно найти, или ты адрес ставишь, да? Обычно я не ставлю, я прошу всех находить и находят ребята, потом скидываю друг к другу там адреса сами, то есть интерес задаю, я как-то нашел, ну, решил просто ввести запрос в Google на OneWrite и отправил для себя какую-то страницу в ЖЖ или какой-то еще знали, и там мужчина, он прошел по всей Москве и нашел где-то половину и нарисовал в общий доступ к картам такую, то есть описал вообще, то есть он того нашел, второго все фотографировал, вот, и это было как-то очень приятно, и также в Инстаграме находил ребят на роликах, на велосипедах, которые тоже строили какие-то свои маршруты, карты, ну, то есть они какую-то суть уловили вообще, то есть повторяющегося, это как коллекционные какие-то маленькие штучки, которые интересно все найти, и они начали действительно рисовать маршруты, искать, вот, и я решил, что не буду пока облегчать им жизнь, пусть и ищут, и, ну, и тем более, если вывожу точку, то, скорее всего, кто-то придет и оторвет, мне как-то писали, что, ну, я задал вопрос там в Инстаграме там же, кто же отрывает кусочки рельефа, у меня иногда вот бывает вот такая вот история, ну, это как бы типично для Москвы, все очень быстро разрешается, закрашивается, и мне один парень написал, что, извини, я вот пытался оторвать, но у меня не получилось, только кусочек сломал, вот, а я-то думал до этого, что это только коммунальщики творят, а оказывается, что просто люди, которые хотят себе как-то его оторвать в коллекции, наверное. А тебе предлагали что-то сделать на продажу? У меня спрашивали несколько раз купить, и я им показывал, что у меня есть, просто они покупали, и все. То есть что-то делать на заказ, это не та абсолютная история. Если у меня что-то есть, я предлагаю. Но это скорее такая отдельная керамическая история. Вот. В Москве керамики не так уж много, в основном из гипса. Вот. не хватает времени просто. Керамика отнимает очень много ресурсов, времени, и как бы не получится это все. Веселая история, идешь и клеишь, и идешь домой еще делаешь, и, ну, то есть немножко сложнее. Вот. А помимо Москвы у меня еще есть в Нижнем Новгороде, в Питере, сейчас уже в Белиси тоже. хочу клеить. Вот. И карта со временем расширяется. Людям интересно, они смотрят, ищут тоже. Вот. В Москве, конечно, уже много закрашены, много сломаны. Вот. Надо будет приезжать и обновлять все. Вот. Может быть, когда-нибудь нарисую карту. Ты реставрируешь, да, свои штуки? Ходишь? Ну, еще, возможно, отреставрирую, да. Прихожу отклеиваю. Вот. Сейчас их уже больше 60, и как-то со временем это очень занимает много времени, конечно. что-то. Вот. Еще есть такое явление вот в личном искусстве в Москве как споты. Вот. На центральной фотографии это было на Мясницкой, ой, не Мясницкой, на Чистых прудах в некой нише был приклеен очередной рельеф. И спустя месяц, ну, вообще удивительно, что он там прожил месяц, потому что там уничтожается буквально на следующий день. Обросло просто большим количеством людей, которые как бы решили, что это правильный знак, чтобы вокруг рядом отметиться. То есть какой-то споттер родился на этом месте. большая часть ребят это школьники, которые хотят чем-то заняться, но наркотик на душа не лежит, поэтому они творят. И вся вот эта тусовка их очень приветствует всегда и рада их активности в городе. вот, но это уже все уничтожено, закрашено и в неизвестном направлении рельефа сейчас. Вот. Это вот ложество есть. Насколько закрытое сообщество, я слышала от людей, что они боятся, очень хотят, боятся выйти на улицу и что-то там начинать делать, потому что закрытое сообщество, типа ниша занято, все места разобраны, и если там кто-то новенький появляется с каким-то новым персонажем либо с стрит-артом или граффити, то его долго принимают в тусовку и он не может называть себя уличным художником, пока там не пройдет какое-то посвящение или там не узнает пять человек из тусовки в бойцовском клубе, там, в общем, такие вещи. Насколько это миф или реальность? На самом деле я не могу сказать, что это не миф и реальность, потому что у меня все вообще по-другому было. Я просто делал и делал и особо ни с кем не тусовался, и просто было интересно самому всегда участвовать. спустя какое-то время ребят, которые постоянно что-то делали, сами начали писать, предлагать разные коллаборации делать. И я не знаю, тут может комплекс быть, потому что старая граффити-тусовка именно так и существовала. Там вообще невозможно прийти, они все закрыты, по гаражам где-то прячутся. и такое. Сейчас все равно много открытий, проходят разные фестивали, Мостик называется, и там ребята именно, кто любит стикеры, граффити, они могут спокойно прийти, со всеми познакомиться, показать свои работы и спокойно всех принимать. Мне кажется, это индивидуально, что человек называет себя художником в тот момент, когда он сам чувствует, что он уже не стал. А вообще тусовка и вся она формируется из всех людей, которые в ней не участвуют. Нет этих старых прадигм и законов и все это. Многое поколение формирует абсолютно другую тусовку и они все очень открытые и чувствуется, что это другая эра. Ну, если кто-то там очень хочет с кем-то познакомиться, ну, из художников, а он не хочет, но это не значит, что закрытая тусовка, он просто сам не хочет ни с кем видеться. бывает. Очень многие из ребят, кто занимается уличным искусством, они все работают вообще на другой работе и там абсолютно разные всех профессии, они просто вечером выходят на улицу или днем, ну, кого как там. И, ну, не то, чтобы там потусить вышли, по большей части, а вышли воспользоваться свободным временем, что-то такое вытворить. Кто-то вообще занимается уличным искусством, потому что у него клиническая депрессия, например, и его это очень как бы лечит, спасает вообще. То есть у кого-то дома что-то не так происходит, он на улице творит. Ну, то есть у каждого индивидуальная история в этом плане. То есть это не импульс сделать что-то плохое на улице, нагадить, это скорее сделать что-то хорошее. Ну, кто как что умеет и выглядит, конечно, иногда не очень, но у кого-то получается и кто-то старается и получает свои отзывы приятные. они всегда будут. Мне нравится воспринимать, я тоже, когда давно анализировала все проявления различных людей на улицах, часто даже те же самые теги. И когда изучала, у меня родилась аналогия этого всего с крошками, которые Гензель и Гретель оставляли, когда путешествовали по лесу, или там мальчик с пальчик, в зависимости от того, что за сказка. И вот эти вот теги я также воспринимала и воспринимаю иногда как такие крошки. То есть ты идешь, у Кирилла кто, кстати, вот эти его глаза, очень часто прям видно, как он шел. То есть ты идешь по улице, где многие дома реставрируются, и прям видишь, вот он, и ты идешь, вроде бы одна, а там в каких-то своих мыслях, может быть, там что-то нехорошее случилось, или наоборот хорошее, и ты видишь, что человек, хотя он вроде рядом не идет, но он шел по тому же пути, и как вот эти вот крошки, там ты идешь и выходишь из этого леса, который у тебя в голове возможно есть, также и вот эти вот проявления человека, художника, который шел вместе с тобой, он выводит тебя из этого состояния на какой-то другой этап, там состояние света, радости, там еще чего-то, вот, и здорово с такой позиции смотреть, и тогда даже если кто-то неудачно, например, еще пока что выбрал себе там персонажа, или там у него не получается какая-то красивая шрифтовая композиция, все равно одно то, что ты идешь рядом с человеком, приносит какую-то радость для зрителя, если он смотрит и уделяет этому внимание, то, что вокруг него происходит. Я, кстати, вспомнил интересный комментарий, тоже в соцсетях было, что какой-то парень шел с выставки современного искусства и писал, что меня она очень разочаровала, спасибо, что я встретил твой рельеф, меня он успокоил, что ты искусственник не умерла. Вот, ну, не один в один, но смысл был, не помню, где-то тоже в центре, из какой галереи он шел, и что я его там расстроил. Мне этот момент показал, что он достаточно считываемый персонаж получился. Вопрос об искусстве или не искусстве, а о том, что он как бы какую-то нейтральную позицию может занять и на настроение человека повлиять. Вот. Это приятно, всегда там, скажу. И, кстати, кто, я не знаю, говорил или нет, по поводу того, почему многие вообще делают на улице, это они там дома, в тетрадке или все что-то. Ну, после знакомства со многими людьми и я как бы тоже, общее впечатление, что они именно из-за того, что очень любят этот город, это делают, из-за того, что они кого-то там ненавидят или политика или что-то в этом духе. Это именно за теплой любви к городу, в котором они живут. Потому что, по большей части, еще самим авторам очень приятно встречать самим свои работы, прогуливаясь отдельно по городу. Ну, или когда друзья присылают. Может, у наших слушателей есть какие-нибудь вопросы? Матросов нет вопросов. Я еще слышала о том, что изначально если посмотреть все эти фильмы, кстати, ты закончишь демонстрацию, включу обратно свою, я забыла показать фильмы, которые советовала посмотреть, что люди часто выходят на улицу, чтобы что-то создать, потому что они считают, что институциональное развитие художника такое медленное, плюс не все проходят этот отбор на то, чтобы стать известным художником в институции, где-то в галерею или еще куда-то, там же какой-то есть кастинг, плюс очередь, вот, а тут ты сам решаешь, когда тебе и где размещать свое искусство, и путь к зрителю и к зрительскому сердцу короче, чем если ты идешь по пути институции? Ну, тут, кстати, не только институция еще, а вообще выставочная галерейная деятельность, таких эмоций, таких галереи на пространстве, многие там подвисает, художник. Немножко подвисает, чуть-чуть. Ой-ой-ой. Сейчас, пока Ван Мурай разбирается с интернетом, я хотела показать, во-первых, если у вас есть штука, которая считывает QR-коды, читайте QR-код, там можно будет оставить обратную связь по лекции, как мне, так и художнику нашему, я все передам, либо, если у вас нет штуки, которая считывает QR-код, напишите на почту, потому что я хотела прислать, ну, то есть у меня есть список фильмов в виде списка, но если вы скачаете Google-форму, то там будут ссылки просто, там многие из них можно найти на YouTube, и в этой форме есть ссылки на YouTube и ссылки на Кинопоиск, если я нашла этот фильм на Кинопоиске, сейчас я верну еще раз QR-код, вот, но я вроде вчера проверяла, он работает, но просто это все, надо телефон взять, вот, и включить штуку, если что, короче, пишите на почту, я пришлю, вот, Валя, просто художник, наш прекрасный Иван Мурай, ты зависал, и пока ты отписала, я быстренько минутку рекламы штуку, а у тебя все было нормально? А вот это, кстати, книжка, которую я советую почитать, если вы интересуетесь уличным искусством, Игорь Понасов очень здорово описал развитие уличного искусства, часть, которая касается международного развития, очень классная, а часть, которая касается российского искусства, она очень видно сразу, как меняется человек, автор текста с исследователя на участника, потому что, если про международное развитие искусства он писал, как эксперт отстраненно, то как только он переключается на российское искусство, сразу видно и субъективная точка зрения, и какая-то критика, и видно какую-то боль, и ностальгия, и вот это вот все, здорово это прослеживать, сразу видно, что человек прям болеет этой темой, короче, вот эта книжка и вот эти фильмы я очень советую, вот, я закончу. Спасибо большое, Лина, спасибо большое, Ван Мурай. А ты, может, что-то хочет добавить, Ван Мурай? Да. Я не знаю, при рвовойствах на какой-то фразе. Да, что-то там было такое, что мне пропала речь. А, ну, я говорю про то, что не, ну, в выставочной деятельности нет такой сильной отдачей, как в уличном искусстве, именно с людьми, они не отделаются фразами, типа, прикольно, или из чего сделано, или что-то в этом духе. Они очень открыто бывают, искренне пишут, как бы, как им это нравится, близко, или же, то есть, негативные, или же эмоции. Вот. Здесь нас более открыто рефлексируют во всем. Вот все мои миссии. Путь к зрителю, к зрительскому сердцу короче. Через уличное искусство. Более спонтанное просто. Нет каких-то жестких рамок, где тебе нужно сформулировать в тех понятиях, которые приняты внутри какой-то институции. Здесь, наверное, такое более свободное живое общение. Ну, и проекты. Я очень-очень хочу, чтобы и в Москве, и в Саратове появлялось больше таких живых проектов, чтобы все могли говорить о том, о чем хотят на стенах своего города и вообще в пространстве города. Спасибо всем. Спасибо большое за встречу. Спасибо большое. Спасибо. До новых ! Спасибо! Спасибо! Редактор субтитров Продолжение следует...